С 1 апреля курсантам автошкол придется сдавать экзамены по новым правилам. Площадку отменили и ввели систему баллов. Какие еще изменения ждут кандидатов-водители, узнаем у нашего гостя. Рада представить вам заместитель начальника МРЭО ГИБДД по Новосибирской области Вячеслав Коноводов. Добрый день. Ну и начнем, наверное, с самого главного. Что же именно меняется? Таких глобальных изменений не предвидится. То есть все изменения, которые прописаны в приказе, который утверждает сам регламент, то есть вступят в силу с 1 апреля, они уже подписаны, утверждены, можно ознакомиться на сайте правительства. Все изменения, которые только улучшают положение кандидата-водителей в части приема, при сдаче экзамена. Основное из новшеств это объединение тех упражнений, которые до этого кандидаты-водители сдавали на закрытой площадке. Ну, так называемом автодроме. С теми упражнениями, которые мне показывали в реальных условиях движения. Соответственно, упражнений раньше было 5 на автодроме, сейчас их будет всего 4. Посчитали, что в этом случае такое упражнение, как змейка, будет очень сложно делать в городских условиях. Все остальные упражнения остались. По ним быстренько пробегусь. Не в такой форме, как они в регламенте, а в более простой. То есть осталась так называемая горка, осталась параллельная парковка с задним ходом, остался въезд в бок с задним ходом под прямым углом, под углом 90 градусов. И остался так называемый дворик, это разворот в ограниченном пространстве. То есть вот эти 4 упражнения, которые, повторюсь, раньше делали на автодромах, теперь будут делать в одном едином экзамене, который называется просто практический экзамен. В любом случае для заявителя стало проще, если раньше было 3 экзамена, на которых нужно было записываться, приходить, сдавать, в случае не сдачи сдавать повторно, то тут в этом плане поменялось, что экзамена 2. То есть в любом случае это будет лучше. Вы имеете в виду теория, автодром и город? Нет, будет теперь просто теория и практика. Вот я в этом говорю, было 3? Да, было 3. То есть отдельно сдавалась теория, отдельно сдавался экзамен по первоначальным навыкам и отдельно сдавался экзамен в реальных условиях. То есть на данный момент будет сдаваться только теоретический экзамен и только практический экзамен. А теперь у меня по ходу возникает следующий вопрос. Что делать студентам автошкол сейчас, которые сдают экзамены? К примеру, уже успели сдать теорию и готовятся к тому, чтобы сдавать автодром? Ну тоже для них ничего не поменяется. Сдавать они автодром. Тот, кто попадает на экзамен уже с 1 апреля, для них не изменится. Сдавать они будут по новым уже правилам, соответственно, да, расступит в силу. Кто сдал автодром, те упражнения, которые сданы на автодроме, на закрытой площадке, им засчитаются. То есть показывать их на новом экзамене не надо будет. То есть им достаточно будет. Ну у них что по-старому сдавался бы просто город. И ну те же упражнения. Там по самому составу упражнения, который в реальных условиях обязан посмотреть экзаменатор и обязан показать кандидата водителя, должен показать, они не изменились. Есть требования к экзаменационному транспортному средству. И как одно из требований, это как раз оно должно быть оборудовано вот этим, ну аппаратурой, которая позволяет вести аудио-видеосъемку. То есть есть требования, есть конкретно прописано, что должно сниматься. Есть сроки для хранения, то есть это минимальный срок установлен, опять же, приказом МВД. И в старой редакции, и новым приказом, то есть он предусматривал 30 дней срок хранения. Ну это для того, чтобы была какая-то вещественная база? Это, я думаю, для того, чтобы сделать экзамен, сам процесс экзамена более прозрачный, да, что совершенно верно. То есть если какие-то возникают вопросы, ну так же, как и у кандидата водителя, так же у экзаменаторов свою защиту, в общем-то. То есть этой записью можно пользоваться, то есть в рамках обращения, официальных жалоб, пожалуйста. Бывает такое, что молодые автомобилисты только-только получают водительские удостоверения и попадают в ДТП. При этом кто-то может попросить показать видеозапись проведения экзамена для того, чтобы расследовать такое дорожно-транспортное происшествие? В любом случае у нас сейчас нормативными документами, значит, установлено, что мы проводим проверку в этих случаях. И, соответственно, это будет, если в рамках хранения, если сама запись, она хранится, то у нас запрашивают вычистоящие организации, которые проводят проверку, да, конечно. То есть именно на предмет законности проведения экзамена. А подскажите, какие требования предъявляют к экзаменаторам? К экзаменатору предъявляются требования, они установлены законодательно. Значит, одно из требований это, он должен быть не моложе 25 лет, то есть 25 и старше. У него должно быть высшее образование, у него должно быть право управления той категории, на котором он принимает практический экзамен. И общий стаж управления у него должен составлять не менее 5 лет. Экзамен в любом случае принимает экзаменатор, это закреплено. Должностное лицо, на которое, должностное лицо именно госавтоинспекции, на котором, согласно должностного регламента, возложена эта обязанность приема экзаменов. По должности он идет как экзаменатор, но он принимает экзамены. Ну и соответственно навыки вождения, ну и соответственно теоретически тоже оценивают по пятибалльной системе, либо же нет. Навык, теоретический, не навык, а теоретический экзамен оценивается по системе, сдал, не сдал. То есть у нас были изменения, то есть если раньше достаточно было из 20 вопросов ответить на 18 правильно, допускалось две ошибки, то есть достаточно длительный период был. То есть сейчас, если кандидат-водитель допускает в каком-то тематическом блоке одну из ошибок, соответственно ему из этого же блока программа выдает еще пять вопросов, ну это же тема получается. И в случае опять же, если он допускает там ошибку, ему автоматически вставляется оценка не сдал. То есть там системы бальной нету, то есть там именно по количеству правильных ответов определяется. Ну а соответственно при вождении? При вождении система оценки осталась так же, единственное, что добавились ошибки, за которых можно получить два балла. То есть также остались ошибки, я бы их назвал бы грубыми, за которых там не прописано количество баллов, но при совершении которых кандидатам-водителю сразу выставляет, экзамен прекращается, выставляется оценка не сдал. Приведите пример. Так, приведу пример, но я прям могу привести... Например, забыл заглушить двигатель при остановке или что-то? Нет, это очень считается все-таки, такого вообще нету, а вот допустим заглох это однобальная оценка, не такая серьезная, но это допустим создание помехи, то есть вмешательство в этом случае, по новому, вмешательство экзаменаторов в процесс управления, то есть того лица, который задублирующий орган, нарушил правила выполнения поворота, нарушил правила выполнения разворота, выехал на встречную полосу, ну то есть... Не пристегнул ремень. В том числе, да, если и до этого, до 1 апреля это все-таки считается трехбальной ошибкой, вот, с 1 апреля это все-таки будет ошибкой грубой, и которая будет при начале движения, если кандидат-водитель не пристегивает ремень, то экзамен будет прекращаться. Постепенно, то есть, как сказать, с развитием законодательства в этой области, да, то есть вот сама вот эта ошибка, я именно конкретно про эту ошибку говорю, она из, ну таких из мелких ошибок переросла в крупную, за которую, по сути, если кандидат-водитель совершает ее, вот на данный момент, если ты не пристегнул ремень безопасности, экзаменатор прекращает экзамен и выставляет сразу оценку «не сдал». То есть раньше можно было, ну, вроде как получается, если больше никаких ошибок не совершаешь, ну, по сути, получить положительную оценку, оценку «здал». А как-то вообще изменились сейчас сами упражнения? Нет, уменьшились требования, то есть требования стали как таковых, то есть раньше требования были жестче на автодроме, когда вот к этим упражнениям, которые выполняются в городе. Вот, а в общем нет, то есть приведу пример, если выполнять такое упражнение, как разворот в ограниченном пространстве, вот, и делать это не на закрытой территории, то есть сейчас очень, получается, нету строгой привязки к автодрому, это может быть закрытая территория, могут быть какие-то тупиковые улицы, участки дорог с малоинтенсивным движением, то вот это упражнение экзаменатор может попросить кандидата-водителя развернуться на двухполосные проезжие части, исключением задней передачи, но опять же при малоинтенсивном движении, где-то на тупиковых улицах, да, соответственно, при выполнении разворота, ну, кандидат за это, за это упражнение получит оценку, не оценку, а получит статус выполненного упражнения. Ранее также появлялась информация о том, что якобы автомобилистам при сдаче экзамена разрешат выезжать на трассы, так ли это? Ну, на данный момент такого законодательства отдельно не предусмотрено. То есть я не скажу, что нет такого запрета выезжать, но и в тот же момент, что, то есть экзамен в любом случае принимается, значит, ушло такое понятие, осталось такое понятие, как маршрут, в общем-то, но оно видоизменилось, и в смысловой нагрузке, значит, если раньше это был конкретный маршрут, и экзаменатор ехал конкретно здесь налево, здесь направо, здесь разворачивался, то сейчас, значит, в маршрут будет входить перечень улиц и дорог, на которых проводится экзамен. То есть, соответственно, экзаменатор сам будет определяться, в какую сторону ему поехать и в какой последовательности ему давать задание для выполнения маневров. То есть, грубо говоря, экзаменатору разрешили. Можешь ехать по Дусе Ковальчук, по Красному проспекту, по улице Станиславского, и он уже сам принимает решение, по какой же улице поедет. Мы заранее определяем список улиц, согласовываем их с должностными лицами, которые за это отвечают. И, соответственно, по этим улицам, которые будут в этом списке, действительно, ему можно ехать. Почему нет? Но ведь маршрут узнают день в день. Сейчас вот в этом смысле такого понятия маршрута его больше нет. То есть, да, раньше действительно был маршрут номер 3, он был там-то, там-то, там-то. То есть, мы ехали по улице, допустим, Петухова, поворачивали на улицу Громова, с Громова поворачивали на улицу Зорги. Вот это был маршрут. Маршрут номер 2, он был там, мы ехали с Петухова, поворачивали сразу на Сибиряков, Гвардейцев, допустим. Вот, сейчас такого понятия не будет. То есть, экзаменатор, то есть, для кандидата в водители, это не секретная, с одной стороны, информация, но он знает, он может в интернете посмотреть только список улиц, по которым будет проводиться экзамен. Все. А на какой улице именно он будет сдавать? Это он уже узнает в день экзамена. Это он уже знает, да, даже не в день экзамена, а в процессе выполнения маневров. То есть, перед началом экзамена никто ничего говорить не будет. Как такового, маршрут номер 1, номер 2, его не существует. А как вы бы рекомендовали начинающим автомобилистам подготовиться к экзаменам? Ну, опять же, перечень... С друзьями покататься по этим улицам? Никак нет. Перечень улиц все-таки он установленный в этом случае, да, и здесь в рамках именно образовательной деятельности, в рамках занятий по практическому вождению, в тот момент, когда он учится, не с друзьями ни в коем случае, вот, соответственно, ну, именно накатывать вот эти часы, именно это занятие, но проводить все-таки именно по тем улицам, которые есть в этом списке. Ну, это будет более, ну, как сказать, более логично, что ли. Насколько часов накатать он должен перед сдачей экзамена? Ну, на данный момент зафиксировано 50 часов практического вождения, из которых, насколько я... Ну, это образовательная уже часть. По-моему, 2 часа остается на экзамен, и 48 часов должно быть практических занятий. Вы сказали, что автомобили должны быть специально обустроены для того, чтобы проводить такие занятия. А кроме двух педалей и системы звукозаписи, что-то еще там должно быть оказаться? Ну, опознавательный знак, учебное транспортное средство. Вот именно вот про видеонаблюдение мы разговаривали. Это все-таки требование к экзаменационному транспортному средству. Если сейчас у вас вопрос по поводу учебного транспортного средства, оно не должно быть оборудовано именно. Вот именно по поводу учебного? Именно учебного. Ну, это дублирующие педали, это дополнительные зеркала, как правило, устанавливают знак, учебное транспортное средство. Педали должны быть не просто установлены физически, они должны быть установлены в рамках законодательства действующего, то есть прописаны в регистрационных документах. И, соответственно, у мастера производства, училицу, который обучает вождению, то есть должен быть соответствующий документ, что он имеет право это делать. Вот это объединение экзаменов, да, то есть оно, в принципе, произошло для всех категорий. Неважно, для B, для C. Только для B, получается, условия, все-таки вот эти четыре упражнения, которых я назвал, они могут выполняться на тупиковых улицах, на участке дорог с малоинтенсивным движением. То есть все-таки для категории C, D, ну и так далее, C, E, D, E, то есть они все-таки выполняются на закрытых площадках, на автодромах. Подскажите, пожалуйста, сколько раз можно пересдавать экзамен и, самое главное, в какие сроки госавтоинспекция может назначить пересдачу? Ну да, смотрите, здесь произошли изменения, то есть они такие положительные для заявителя, для кандидатов-водителей, которые сдают экзамены. То есть если раньше законодательно был установлен только минимальный срок назначения экзамен, то есть там он был либо 7, либо 30, в зависимости от количества попыток, то сейчас появился конечный срок. То есть экзамен должен назначить, допустим, при повторной сдаче, если с первого раза не сдал человек, он должен быть назначен не менее чем через 7 дней, не ранее, но и не позднее двух месяцев. То есть все-таки здесь тоже, да, то есть бывали случаи, когда, ну и учебная организация, я так понимаю, то есть саму заявку в организованную группу, значит, регистрирует в органы ГИБДД все-таки учебная организация, потому что были случаи, и забывали людей включать, и мы об этом узнавали только по телефонному звонку. Поэтому вот в этом случае здесь уже все-таки установили норму, что человек знает, что ему поставят экзамен вот в эти сроки. То есть тоже очень важно. Спасибо вам большое, Вячеслав, за такую продуктивную и полную беседу.